МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомель. У студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Подрыхтовка до старта. Выпуск кордона удобно шепочнется в первом квартале наступного года. Робите пришепки, носите маски. В регионе рост захворывания на острые респираторные инфекции. С поборницей самых одважных под Гомелем проходит чемпионат Беларуси по пожарно-воротовальному спорту. А зараз об этом и иншим больше подробно. Выпуск милованного кордона у филиале Добрусская паперовая фабрика «Герой працы» распочнется в саковику 2021 года. Долгочеканный старт вытворчасти, запланованный на этот год, снова откладывается. На этот раз за пандемией. Подрочек по запуску основного обсталевания компания «Андрец», с яким фабрика заключила контракт, не смог свочасово проехать в Беларусь. Закрытые межи и обмены авиазносинов оттягнули визит замежных специалистов на три месяцы. Вынику до працы на заводе приступили только в конце мая. Але и для этого беларускому боку довелося прикласти немало намаганья. Был организован самолет с доставкой сюда девяти специалистов компании «Андрец». Но с учетом того, что в Беларуси на тот момент действовал 14-дневный карантин, поэтому пришлось решить еще и этот вопрос. Поэтому у нас прямо на площадке было организовано жилое помещение для расположения этих специалистов. И разведены рабочие графики таким образом, чтобы наши специалисты не пересекались со специалистами компании «Андрец». Поэтому наши специалисты работали днем, а ночью работали специалисты компании «Андрец». Зараз команда специалистов протягивает працаваць на объекте. Самый проблемный участок – кордонно робчая машина. Это сердце усяго предприемства. Только отрымливается сама машина есть, а системы керования складанным обсталеванием – пакульняма. Плануется справиться до студени капотом, как след подрихтоваться до запуску. У нас совместное совмещание. Мы вместе работаем на площадке. Нам дают задания, мы их выполняем. Коммуникация у нас замечательная. И к марту месяца мы планируем получить первый картон. После выхода на проектную могутность в 2022 году фабрика сбежит внутренний рынок целлюлозным кордоном, а так само сможет заработать на экспорте этой продукции. А кроме того, запуск нового завода у Добруши створяет передумов для открытия новых предприемств, которые в свою очередь будут выработать продукцию с кордоном. Отрыматься салону от восени неможемо с больничного ложку. Берегчись обеи поспеть заработать прищепку от гриппу, а так само запастись масками и антисептиками, закликают медики и эпидемиологи. В регионе рост захворывания на вострые респираторные инфекции. Части региструют аденовирус, з'явилися так само вирусы гриппу В и пандемичный H1N1. Наши корреспонденты побывали у Гомельским областным центром гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, как доведаться об ситуации. Несмотря на то, что сейчас у нас вакцины опробованы, уже доказаны свои эффективности, а только на экспериментальном уровне еще нет от коронавируса, поможет ли, если люди сделают вакцину от обычных циркулирующих вирусов гриппа? Как это будет влиять на снижение заболеваемости коронавирусом? Какая тут связь будет? Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, этот путь отслеживания, как вакцина повлияет на коронавирус, мы будем проходить впервые, но уже ученые нашей республики и других стран проводят какие-то исследования, которые однозначно говорят о том, что прививка от гриппа позволит организму больше сопротивляться коронавирусу и, соответственно, облегчить течение, либо, может быть, вообще избежать этой инфекции при столкновении организма с коронавирусной инфекцией. Вопрос, который, наверное, интересует многие, когда нам ожидать пик заболеваемости коронавирусной инфекции, он будет совпадать с пиком по гриппу и нашим сезонным привычным инфекциям, либо это будут совершенно разные пиковые периоды? Ну, я хочу сказать, что по коронавирусной инфекции мы уже наблюдаем некоторый подъем и где-то у нас от пиковых показателей первой волны уже мы имеем около 45% заболеваний и количество случаев увеличивается. Поэтому и наша настороженность, и мы призываем население быть более настороженным уже к коронавирусной инфекции. Ну, а пик по коронавирусной инфекции где-то, мы предполагаем, будет в ноябре, исходя из того увеличения, которое сегодня мы имеем. Раз пик ожидается скоро, самое время вспомнить о своем здоровье, о безопасности своих близких и надеть маски, запастись антисептиками, да, и уже стараться избегать мест массового скопления людей. Да, вы совершенно правы. Уже настало время задуматься по профилактике. И опыт работы наш в первую волну однозначно показал, что четыре пункта по профилактике ковидной инфекции работают. Первое – это использование масок. Второе – это дистанцирование метр-полтора. Третье – это антисептики и ДЭС-средства для мытья рук. И четвертое – это использование для уборки помещений и поверхностей рабочих дезинфицирующих средств. Ежедневно, с определенной периодичностью. Вот это тот минимум, который обеспечит значительную долю профилактики ковидной инфекции. Вот если забота о себе лежит лично на нас, да, и уже это наша совесть и ответственность носить маски, пользоваться ли такими средствами, то за предприятиями, организациями, магазинами, учреждениями системы образования пристально следите вы. Прекращалась ли эта работа, были ли поблажки на летний период, допустим, да, пока было снижение, либо вы также внимательно отслеживали, чтобы все было в наличии. Конечно, растет заболеваемость и, конечно, активность санитарного контроля тоже увеличивается однозначно. Это было всегда и не только по ковидной инфекции. Но свои контролирующие функции, в том числе по противоковидным мероприятиям, они у нас не останавливались. Вот в течение года, сколько мы имеем дело с этой инфекцией, столько мы и ведем контроль, может, даже больше разъяснительную функцию, в том числе и среди коллектив указанных объектов, для того, чтобы люди, выполняющие свою работу, понимали, насколько это важно, как Вы правильно сказали, не только для своего здоровья, но и для того, чтобы приостановить распространение этой инфекции. И последнее. Вы, как специалист, хотелось бы, чтобы обратились к нашему населению, которое, может быть, еще достаточно беспечно относится к своему здоровью, с призывом, чтобы они себя берегли. Да, я рада, что мне сегодня представлена возможность обратиться к нашим гражданам. Я хочу сказать, что ситуация на самом деле увеличивается по заболеваемости ковидной инфекцией, и поэтому настало время нам с Вами вместе постараться активно внедрять профилактические мероприятия. Еще раз повторюсь, это маска, это дистанцирование, это мытье рук, и свои дома, помещения, в которых Вы работаете, тоже возьмите за привычку использовать средства для их уборки. Я думаю, это тот минимум, который несложно выполнять, и нам будет по плечу тогда борьба с ковидной инфекцией. Будьте здоровы! В 12 раз Гомельский Державный Медицинский Университет провел науково-практичную конференцию «Проблемы и перспективы развития сучасной медицины». В ее приняли удел студенты и молодые науковцы из Беларуси, России и Украины. Традиционный науковый форум студентов должен был пройти еще в мае, однако за эпидемичной ситуацией его перенесли на осень. До того, что першиню его проводят в онлайн-формате. Каля 500 доследований удельники проставят о выгляде мультимедийных презентаций. Их проанализуют на 27 науковых секциях, размешанных во университете и лечебных установах Гомеля. Современный мир диктует новое научное направление, и наши ребята, как самый современный молодежный потенциал научный нашей страны, тоже идут в ногу со временем. И некоторые работы у нас уже посвящены теме коронавируса, конечно же, на кафедре инфекционных болезней, микробиологии, фтизиопульмонологии. Эти темы тоже поднимаются в разных аспектах. Очень остро стоит вопрос того, чтобы наши студенты и преподаватели в том числе были знакомы с самыми свежими веяниями в медицинской науке. Это, конечно, еще и для студентов нашего вуза, и для первокурсников, это опыт выступлений, в публичном выступлении. Они меньше боятся публики, они более уверены в себе, они более эрудированы, их речь более поставлена. Это большой, ценный опыт, который они смогут получить нигде, кроме как на конференции и на выступлениях, на кружках, на заседаниях секций, перед президиумом, перед врачами, которые могут им сказать, что не так, что хорошо, а что плохо, и дать очень ценный и важный совет для их будущей карьеры. Запись пленарных посаджений будет доступна на сайте медицинского университета. А кроме того, по выниках конференции выйдет 9-томный сборник материалов. Рабить добро легко. Гомельские школьники долучились до доброчинной акции «Новое житё» у обмен на крышечки. Перед початком встречи каждый, ожидающий, мог зарабить свой уклад и покинуть собранные пластиковые крышечки у контейнеры. Их отправить на перепроцовку. Отриманные сродки переведут на лечение хворым людям и на бытё сродков реабилитации. Подчас мероприемства детям расповяли, как сбирать пластиковые смети. Были собраны педагоги-организаторы всех школ центрального района. Им была передана информация о том, что сейчас проходит такая акция. В принципе, она проходит постоянно. И мы решили напомнить об этом детям, что нужно помогать другим. Педагоги-организаторы передали это своим группам в школах. И всей школой дети собирали эти крышечки. Мы их будем собирать не только единоразово, а будем стараться постоянно это проводить. Дети с огромным удовольствием участвуют. И вот буквально за две недели они очень много насобирали. И будем и дальше продолжать также эту акцию. Инициатор республиканского проекта – Жихар Калиды Наталья Кунцевич. Сегодня в этом руху заденечено свыше 100 школ, предприемств и гипермаркетов в большем 50 городах и поселках Беларуси. Этот опыт распространен в шматрических краинах света – в темликах России, Украине, Польше, Литве и Латвии. Укладу здоровья нации в рамках доброчинной акции «Керовництво и гульцы хоккейного клуба Гомель» подарили три велотренажеры Гомельскому кадетскому в училищу. По кольке дальнейший лез ягона ученцев будет связаны с силовыми структурами, важным аспектом для их изъявляется агульная физичная подрыхтовка. Новые тренажеры – вельми своечасовый подарунок. У интерната для хлопца и девчат как раз комплектуют тренажерную залу. Хоккейсты основной команды уручили кадетам сертификаты на обсталявание и зарабили памятные фотосдымки. Я надеюсь, что эти велотренажеры будут приносить удовольствие и привлекать молодежь больше к развитию физической культуры, здоровому образу жизни. И в будущем данные кадеты станут немножко больше физически развиты, немножко меньше болеть. И надеюсь, что наш вклад, и они видят, что это подарок от хоккейного клуба, они будут нас поддерживать еще и на трибунах и болеть за нашу команду. Гомельская кадетская в училище было створено 7 годов тому. Зараз тут 185 наученцев. Худшей, высшей и мацней. Под Гомелем сегодня стартовал чемпионат Беларуси по пожарно-воротовальным спорте. У лицея МНС собрались 8 команд из всех областей и профильных установ. Вероника Гамзюкова побывала на турниры. На пляцовце лицея МНС выступают 8 дружин. У каждой команде 10 мужчин и 3 женщины. Сегодня они вызначили на эмоциональных дисциплинах подъем по штурмовой лезвице на поверхе учебной вежи и переодоление стометровой полосы с пирожкодами. Усе спортсмены отрымливают очки за выступление. Лепшие – у знагороды за двояборья. Пожарно-воротовальный спорт предуглеживает как с поборницкий бок, так и практичный. Применение спортивных навыков в профессийной деятельности. Чем худше спортсмены выполняют задания, тем больше успехово и выполнены они деятельность при ликвидации надзвичайной ситуации. Пожарный спорт за последние годы развился очень сильно. То есть, если раньше мы имели результат мастера спорта 14,8 секунды, это подъем четвертый этаж, да? На сегодняшний день он является 14,40. Ребята выиграют чемпионаты мира из 13 секунд. Вы можете себе представить, с какой скоростью нужно бежать в четвертый этаж, с лестницей весом 8,5 килограмм. Наши ветераны бегали далеко с более скромными результатами. Першим трапить на чемпионат бойцы не один раз подсвержали свой профессионализм на областных споборництвах. Сирот их – переможцы и призеры международных форумов. Например, четырехразовый чемпион свету – гомельчанин Максим Шапаров, чемпионы свету – Микита Уколов и Виталь Бобрым. Зараз у гомельской команды мощный состав. По выниках первого дня наша сборная – у лидерах. В том году были третьи. В этом, естественно, стараемся на ступеньку выше быть. Первые, вторые. Ну, конечно же, боевое настроение. Завтра это, как и у всех остальных команд, можно так сказать, конек основной. Ну и кто выиграет боевое, тот выиграет и все соревнования. Завтра другий день чемпионату. Спортсмены будут замагаться у дисциплине боевое разгортвание. После закончения турниру пройдет у знагороджения переможцев и призеров. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышенко, ТЭЛЬ радиокомпания «Гомель». Неверогодным концертом у «Гомеля» отзначили юбилей сусветновядомого композитора Людвига Ван Бетховена. Для аматоров классичной музыки гомельский симфоничный оркестр подрыхтовал программу «Бетховен 5-1». В першине в рамках одного вечера в трех отделениях прохудшали усе пять фортепианных концертов Бетховена. Пожуть их у колледжа мастерства у меня Соколовского собралась полная зала гостей. Не глядяши на то, что выступление должилось около трех годин, музыка великого композитора створала достатковой динамики, чтобы заховывать увагу слухачев. В этом году вспомнилось 250 годов с дня народжения немецкого классика, и эту дату означают музыканты во всем свете. Уже не раз наша публика доказывала, что они большие любители классической музыки. И мне кажется, тот состав концертов, который будет сегодня звучать, а будет он идти к кульминации, к пятому концерту, все подводить в исполнении Андрея Сикорского, мне кажется, что публика как раз таки прочувствует нашу задумку. Мне показалось, что наша публика очень любит фортепианные концерты, и уже с успехом проходили и концерты Рахманинова, и концерты Листа, поэтому мне кажется, что это именно выбор под гомельскую публику. Концерт «Бетховен-5.1» открыл шостый форум классической музыки в областном центре. Это и другие новинные информации о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Нашли в квартире 3 килограмма марихуаны. Сотрудники наркоконтроля задержали двух гомельчан, которые промышляли незаконным оборотом наркотиков. Запасы зелия хранились в трехлитровых банках, пакетах, мелкой таре и коробках из-под бытовой техники. Всего изъято около 3 килограммов марихуаны, а также около полутора фасованного зелия. Обнаружить все тайники помогла служебная собака гомельской таможни «Аврора». Она ни разу не ошиблась во время поисков. В операции были задействованы и пограничники. Против задержанных мужчин 35 и 36-летнего возраста возбуждено уголовное дело. Управлял МАЗом и наехал на бетонное ограждение моста. В Житковичском районе водитель с признаками алкогольного опьянения протаранил бетонные блоки. ДТП произошло на автодороге Р-57 Кучино-Любань-Витчин по направлению в сторону Житковичи. Двигаясь по мосту, на котором велись ремонтные работы, водитель не учел боковой интервал и совершил наезд на железобетонное ограждение. С телесными повреждениями мужчина был госпитализирован. А в Гомеле накануне 19-летний водитель на «Газели» совершил наезд на 12-летнего пешехода. ДТП произошло в Новобелецком районе на пересечении улиц Белого и 1-го переулка Зайцево. Водитель фургона не пропустил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Итог – травмы, с которыми ребенок был доставлен в операционное отделение областной клинической больницы. Машина, которую управлял виновник наезда, врезалась в металлическое ограждение. Водитель не пострадал. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Пять побед и одно поражение мужской гонбольный «Гомель» на втором месте после первого круга. В заключительном поединке стартового отрезка чемпионата Беларуси подопечный Андрей Мочилова на домашнем паркете были сильнее Гродненского крона на 31-25. Самый результативный в рядах хозяев – Эдуард Ярош. Семь голов. В первом круге гомельчане потерпели лишь одно поражение в шести матчах. От бессменного чемпиона последних лет Мешков-Брест. В остальных поединках неизменно побеждали. Второй круг «Гомель» начнет в ближайшую субботу 10 октября выездным поединком против БГУФК «СКА». Матч чемпионата Беларуси по волейболу между «Гомельской энергией» и «Легионом» из Обухова перенесен. Игра должна была пройти в «Гомеле» 17 октября. Перенос обусловлен техническими причинами. Игра состоится через неделю, 24 октября. В предстоящую субботу, 10 октября, энергетики отправятся в Брест, где встретятся с местным западным Бугом. Областные Олимпийские дни молодежи и первенство области по тяжелой атлетике проходят в «Гомеле». В спорткомплексе «Гомсельмаш» состязается более 140 спортсменов, представляющих 10 команд. Возраст атлетов 17 лет и моложе. Областные ОДМ – это этап отбора на республиканский турнир, который в ноябре третий год к ряду пройдет на этой же площадке. В 2019-м хозяева праздновали победу в командном зачете. Сейчас они также в числе фаворитов. В областном этапе Олимпийских дней молодежи принимают участие сильнейшие атлеты региона. Среди них участники и призеры европейских первенств. На этих соревнованиях мы просматриваем. В ноябре у нас будет еще одна область. Также мы будем просматривать, потому что период большой, еще практически полтора месяца. Ну и, естественно, будут и просмотры, сборы. Времени у нас еще хватает подготовиться к республиканским соревнованиям. У нас сильная команда в области по этому возрасту. Мы в том году победили на республике, в Гомельской области. Поэтому надеюсь планку держать и в этом году. Завершатся областные Олимпийские дни молодежи по тяжелой атлетике 10 октября. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова